Стоит ли микродозить мухомором 18 лет? Думаю, нет, у тебя еще не сформировалась личность, так что тебе нечего распаковывать. Когда личность сформируется, вот тогда ты ее будешь распаковывать, смотреть из чего она состоит и что же на самом деле есть ты, чем кем ты являешься, от чего тебе избавляться, потому что личность она состоит как раз таки из переживаний, которые в конечном результате создают страдания. Поэтому что, с мухомором вот только, но от страданий избавляться. Патни, что у тебя страдаешь уже что? Тебе не следует это делать. Вообще сам смотреть, твоя жизнь, секс и дружба. Какая разница, что я считаю. Как ты считаешь, вот так оно и правильно будет. Самообман, да все самообман. Только какой обман ты выбираешь и как ты его называешь. Может быть это не обман, а просто игра. Игру же тоже можно воспринять как обман. Все зависит от твоих страхов внутри. Если тебе кажется, что все вокруг обман, то значит ты просто напуган. Если ты не напуган, тебе кажется, что все игра вокруг. С тобой играют, с тобой прикалываются. Что у людей есть причины на какие-то их действия, которые ты воспринимаешь негативно, как обман. Ты понимая эти причины, не испытываешь какого-то переживания. Да, ладошка – это вопрос. Ну, просто такой быстрый пример. Убрал – нет вопросов. Препятствия. Вопросов нет, все. Все. Это очень просто. Мы вот здесь и учимся эти вопросы свои. Осознавать, видеть их. И дальше вопрос, как от них избавиться. И как. Напоминаю, как дождик. Он сам пройдет. Как костер. Он сам потухнет. Не надо его подкидывать. Только подкидывать дровишек туда не надо и все. Границы между отстраненностью и принятием очень конкретно. Это две противоположные вещи. Ты отстранен или ты включен. Куда ты включен, ты в принятии. Как ты отстранен, ты ничего не понимаешь. Все. Где она эта граница, я не знаю у тебя. Сам найди ее. Как не подкидывать дрова, если хочешь забыть девушку. А не хоти ее забыть. Помни. Не помни себя. Ну, самый живец. Просто дай этому быть и все. Позволь этим ощущениям быть. Позволь этим переживаниям просто проходить как время года, погода. Оно просто есть и все. Ты ничего с ним не поделаешь. Ты ни на что повлиять не сможешь. Ни на какие процессы, создаваемые умом твоим, ты не влияешь. Это как просто самосоздающийся мир. Это его часть. Все работает помимо твоей воли. Ты на природу не влияешь никак вообще. Ты сел на пуховик в аптеке, женщина вызвала охрану, и ты меня спрашиваешь, адекватный это ли поступок, а ты как сам считаешь? И зачем тебе нужно понять, адекватный это был поступок или нет? Ты что, у тебя задача в этой жизни искать неадекватных людей? Потому что про тебя часто говорят, что ты неадекватный, да? И у тебя такая идея фикс забралась в голову. Вот скажи, скажи, рассуди. Вот она хорошая, она же плохая, да? А я хороший. Хватит вести себя как маленький мальчик. Ну и когда дождь появилось отвращение к мясу, это нормально и спиртное. Ну, сама реши, это нормально тебе, для тебя. Почему меня-то спрашиваешь? Для тебя это нормально? Если конец страданию, а его и нет вообще страдания. Страдание это как некое объяснение того, в твоей жизни. В этом объяснении есть история твоих страданий. Она всего лишь история, рассказ. Оно в действительности не является страданием. Ты переживаешь лишь слова, сказанные тобой. И воспроизводишь фильм в своей жизни. Его смотришь. Когда в кино ходишь, смотришь кино, люди страдают. Ты сам страдаешь, ты все переживаешь, сочувствуешь, можешь всплакнуть. Но это тебе не доставляет страданий. Наоборот, тебе доставляет удовольствие, потому что это кино. Вот так же и твоя жизнь. То же самое и кино. Вот. Ты точно такой же персонаж. Она хотела тебя выгнать. Она хотела показать тебе, где у тебя мудак сидит. Ты все мудака играешь по жизни. Вот тебе тетка и показала, где этот мудак. Что ты до сих пор о ней думаешь и все пишешь кому-то взрослым людям, спрашивая про каких-то теток, которые тебя обидели где-то. Он тебе просто показал, где у тебя долбоеб сидит внутри тебя. Он просто вылез и сейчас до сих пор что-то пишет, что-то спрашивает. Вот она тебе его показала. И ты сейчас его пришел с этим долбоебом. И вот сюда пришел. И мне еще его демонстрируешь. И всем. 48 человек смотрят на тебя и смеются. И при этом он ничего не сделал, не сказал. Я скажу, ты шестилетний мальчик. Есть у человека выбор. Я говорю, есть у тебя выбор или нет, выбираешь ты. Или за тебя выберут. Выбирать тебе. Понятно? Как бы, а и б сидели на трубе, а упал, а б пропал и все осталось на трубе. Я начала голова дымиться. Так же и мои ответы. Вы не получите никогда понятного ответа. Вся проблема вашего кого-то. Желание получить ответ. Вот в этом проблема. Есть у тебя выбор или нет, выбирай. Есть у тебя выбор или нет. Чего можно пожелать человеку, который скоро умрет от болезни? А почему ты считаешь, что ты можешь что-то желать такому человеку? Ты самая не смешно от того, что ты написал? Скоро умрет. Пожелай ему счастливой смерти. Счастливого путешествия. Пусть земля тебе будет пухом, скажи. Как научиться тому, что вы называете сам реши? Ну, никак. Никак. Нет способа. Оно все за тебя и так само сделается. Все решается само. Выбираешь ты. Или оно само. Или ты. Или кто-то еще. Ты выбираешь. Или выберут за тебя. Выбирать тебе. Видишь, опять как она. Ее со стороны инфантильность появилась. Нет, дружище, с твоей. Она не поставила. Она для тебя роль сыграла. Она для тебя показала какой-то дурак. Показала, где у тебя дурак. Потом он мгновенно вылез и до сих пор не может успокоиться. Поэтому найди эту тетю и поблагодари. Она тебе оказала услугу. Сыграла для тебя вот эту роль дурак-то и бабы. А дурак ты, оказывается. До сих пор не понял. Уже сколько лет смоешь мои эфиры. Сколько вот общаешься. До сих пор не понял, что люди твои зеркала. Что они тебе показывают тебя. Дурак ты по жизни. До сих пор никак не можешь это признать. Все пусть борешься с этим. Ты не дурак. Как работает нелинейно с временем? Никак. Она никак не работает. Все придумал, что она работает. Что-то тут работает. Тут ничего не работает. Так, перестать сомневаться в себе просто провала. Принять, что вся положение – провал сплошной. Просто прими это и успокойся. Как бы понимаю, что если охрана приехала, она бы встала на мою сторону. Ну, ты дурак, ты все, заканчивай. Опять начинает продолжать. Ни хрена не слышишь. Вообще не слышишь, что тебе говорят. Дубина, блин. Дубина. Твоя сторона. Нет никакой твоей стороны. Твоя сторона одна – дубина. Будь дубиной. Кому-то что-то доказывать. Сидеть, дрочить еще. Дрочишь и доказываешь. У тебя вся твоя жизнь. Никак не можешь выбраться из этого, из этой помойки. Возможно ли радикальные, стабильные изменения в восприятии после сессии буфа. На первые 15 минут, да. Если тебе удастся запомнить это ощущение, ты дальше будешь использовать это как инструмент. Вспоминая вот этот выход из буфа, ты будешь использовать это как трафарет восприятия. Это как подсказка, это как инструмент. Твоя призма. Ты вспоминаешь это ощущение. Потому что там очень конкретное состояние после буфа. Состояние восприятия. Ты видишь весь мир как самого себя. Видишь людей как твоих союзников. Со своими страхами, проблемами, такими же как у тебя. Но это первые 15 минут тебе дается увидеть это. Сначала ты исчезаешь в ноль в буфа. В таком стеротониновом экстазе. Что они создают бет-трипа. Бухла бет-трипа не бывает. А потом ты встаешь, смотришь на людей как на братьев своих. На самих себя. Как самого себя видишь. А потом это исчезает. Ты такой опять ебнутый дурак. Немножко не точно. В буфа бывает бет-трип. Я видел. Как раз на той церемонии. Это не бет-трип. Это просто паника перед входом. Когда человек не вошел туда. Не проник. Не отдался этому ощущению. А он начал вот это колбасить. Это не бет-трип. Это просто паника. Поэтому когда ты туда проваливаешься. Там бет-трип уже быть не может. Там ты уже с Богом соединяешься. На бух он. Красавчик. Начинает эго. Дальше начинает присваивать это как достижение. Начинает этим кичиться. Самим вот твоим ретритом. Буфа. Начинает. А Буфа Альвариус. Прошу. А там начинает выебываться. И опять ты начинаешь себя презентовать тем, кем сам являешься. И опять играть в эту гнусную игру. Выпячивание себя. Надрачивание своей. Наследнявленные залупы. Первые 15 минут ты прям вот просветленный. А потом опять говно собачье. И так оно после Буфа. Если мир это ум. Или типа отражение ума. А ум не достоин интереса. Как тогда испытывать интерес к миру? Почему ум не достоин интереса? Как раз таки. Все что тебе интересно это ум. Его проявление. Сам интерес это вообще тоже ум. Ты и есть само интерес. Ты и есть само переживание интереса. Ты. Это ты. Интерес. Ты есть это слово. Ты не то что испытывает интерес. А ты и есть интерес. Который создает того кто его испытывает. Еще раз. Ты не есть тот кто испытывает интерес. Ты не есть тот кто наблюдает. Ты не есть тот кто переживает. Ты и есть само переживание. Само наблюдение. И сам интерес. Существование которого. Создает того кто испытывает интерес. Переживает. И наблюдает. чушку зол проще того что я сказал вообще ничего не существует самое простое наблюдение твое создает наблюдателя чушку ха-ха-ха понял может спуститься какое-то время спустя какое-то время все переосмыслиться нет ты будешь реализован в своем ожидании этого времени он так работаешь он тебя все время реализует в чем-то если ты понял может быть спустя все он цепляется за это начинает тебя реализовать в этом ожидании и все это там никогда не дождешься это есть страдание ожидание есть страдание как без мухомора прочувствовать что все вокруг галлюцинации люди а как как заставить женщину хотеть тебя без каких-либо действий а как пернуть так чтобы в твоем пердеже можно было услышать девятую симфонию бетховена как как без штанов и без обуви пройтись по 40-градусному морозу час кок чуть изгибнуться так чтобы все ахуили а как без мухомора как я могу как я могу всем показать я такой крутой блять без мухомора могу все так опыт смерти который я переживал под мискалином ничем бы не спутал передать словами тяжело ну все значит это ты пережил не опыт смерти а пережил опыт своего представления о смерти потому что ты понятия не имеешь что такое смерть но у тебя есть переживание на эту тему представление твоей твоей фантазии который задать и некий образ образ точки невозврата образ вот этого вот того что все назад пути нет но если ты осознаешь этот момент что назад пути нет значит это не смерть это всего лишь осознание твоего естественного состояния жизни поэтому потому что в этой жизни каждый следующий миг каждый прошедший миг невозвратен ты всегда находишься в точке невозврата ты создаешь этот мир и он мгновенно умирает мгновенно исчезает то есть ты мертв всегда под мискалином или это буф или под грибом так так называемая смерть это опыт твоего это встреча с самим собой встреча со своим самым естественным самым настоящим состоянием это состояние невозврата ты всегда в нем находишься ты не можешь не зафиксироваться не остановиться не вернуться жизнь невозможно повернуть назад жизнь невозможно зафиксировать запечатлеть и в то же время мы это можем сделать я могу я остановился это иллюзия в действительности я не остановился но это иллюзия которую я ощущаю как остановку так и жизнь она жизнь иллюзорная она дает нам ощущение того что это жизнь но в действительности ее нет в действительности ты всегда ну как бы мертв вот под мискалином если тебе повезло это действительно когда добрался до этой точки с чего все начинается добрался до как раз до той нулевой позиции возможно я не знаю где тебе показал все назад пути нет но в то же время ну поп и ты как бы вышел и опять живешь да где же смерть в чем опыт смерти потому что смерть это то после чего все это смерть но назад дороги нет однако же ты здесь значит их представился не со смертью а со своими представлениями они потому что этот мир это всего лишь твои представления все что ты знаешь это твое представление ты так себе представляешь то есть создаешь иллюзорное восприятие ты так воспринимаешь себя и эти слова которыми тебя обозначили твой твои возможности в этой жизни что типа ты родился умрешь и вот что-то там должен еще успеть реализоваться счастье найти любовь творческую реализацию какую-то на заставочку потом сделаю если как вы думаете почему все переживают этот опыт смерти потому что мы все переживаем опыт своих представлений о жизни это и есть жизнь мы переживаем беспрерывно переживаем этот опыт смерти просто нам кажется это жизнь она все умирает вот каждое сих мгновение умирает тушу было понять эту мам нельзя ну ты можешь там вот психодели как это почувствовать ощутить вот эту беспрерывную колбасню когда ты умираешь беспрерывно миллиарды триллионов секселетный раз потом он по стрипу выходит и он начинает интерпретировать я умер так я умер сяк я ехал на машине я спрыгнул он сейчас рисовывать то что у вас не когда-то умираешь беспрерывно там психоделик слетают все вот эти вот картинки твоих представлений остается только колбасни умирание опыт смерти ты все время в нем находит и прям сейчас умираешь беспрерывно поэтому это не достижение а ум эго начинать я бережу смерть опыта смерти нет есть только опыт своих представлений цвет фантазии вот и жизнь жизнь это опыт ваших фантазий все пока